Уютная гостиница вдохновения, банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. Развитие бизнеса за счет компенсации. В районе в очередной раз стартовал конкурс для деловых людей. Цена вопроса сотни тысяч рублей в виде субсидий. Главные претенденты – компании-производители и социально ориентированный бизнес. Самые перспективные проекты муниципалитет готов поддержать. Заявки для участия в конкурсе уже начали принимать. Подробности в сюжете. Новое производство полного цикла на стадии запуска. Станки будут чеканить саморезы и винты. В условиях импортозамещения особенно актуально. По производству металлокрепежей России еще расти и расти. Освоена только треть рынка. Проанализировав ситуацию, клинские бизнесмены решили эту долю увеличить. Производить будем саморезы, винты. В дальнейшем планируем производство открывать еще болтов, гаек, шайб. Полный спектр метизов. Поэтому и назвали производство клинский метизный завод. Предприниматели вложились в дорогостоящие оборудования. На начальном этапе несколько станков – специальные ванны для термохимической обработки. Цена вопроса почти 10 миллионов рублей. Для небольшого, но перспективного производства сумма внушительная. Бизнесмены рассчитывают получить компенсацию. Мы решили обратиться к помощи государства. И государство тоже открыто предлагает свою помощь. Были совещания, были несколько. Я участвовал во всех. И почему бы нет? Если дают, надо брать. Поддержка малого и среднего бизнеса – приоритетная задача области и района. Для ее реализации действует специальная муниципальная программа. На субсидии из бюджета в первую очередь могут рассчитывать предприниматели социально адаптированного бизнеса, а также фирмы-производители. Размер субсидий мы увеличили достаточно на большую сумму. Отначально заявлено мы увеличили фактически в половину. Таким образом, я очень надеюсь, что в прошлом году у нас 19 участников получили субсидию. И действительно, я думаю, это было хорошее подспорье в нашей с вами совместной деятельности. В этом году рассчитываю, что не меньшее количество участников заявится. Рассчитывать на участие в конкурсе могут также и организаторы детских кружков и студий, центров реабилитации и других услуг. Главное условие – бизнес не ради бизнеса. Было выбрано направление именно поддержки социально ориентированных предпринимателей. В прошлом году у нас такого не было. В этом году мы поддерживаем социально ориентированные предприятия. Поддержка будет осуществляться по организации дошкольных учреждений. Это три основных направления, которые в этом году у нас будут участвовать в конкурсе. Прием заявок от малых и средних предпринимателей уже начался и продлится 20 дней. За помощью и консультацией нужно обращаться в Управление перспективного развития районной администрации. Марина Анциферова, Олеся Торбенкова, Александр Сидей. Новости дня.